Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях тренер-преподаватель детской и юношеской спортшколы «Комета» и его воспитанник Меринов Григорий. Евгений Юрьевич Мартьянов расскажет нам сегодня о том, каким образом он готовит чемпионов. Насколько я понимаю, юношеская сборная подзюдо признана лучшей на турнире во Франции в городе Брюссиир, откуда вы недавно вернулись. Каким образом далась вам, как тренеру, такая победа? Ну, честно говоря, готовились мы к этому турниру. То есть готовили, отбирали состав, чтобы поехали ребята. Мы уже туда, в этот город давно ездим, уже порядка 17 лет. И каждый раз везем, стараемся повезти туда лучших, чтобы лучше выступить. Вот на этот раз сборная команда показала себя очень с хорошей стороны. То есть из 9 человек у нас 7 первых и 2 вторых места. И то, это 2 вторых места, это был рязанский финал на этих соревнованиях. То есть это, в принципе, приятно. Но сама подготовка, она заключается, конечно. Организация поездки. То есть это тоже достаточно сложная ситуация. То есть это все-таки за границей ехать надо, подготавливать детей, потому что они едут первый раз, подготовка по спорту, визовый центр. То есть это, и плюс, конечно, спортивная подготовка. То есть тренировались специально, готовились к этому турниру. Вот, то есть, в принципе, достаточно все получилось хорошо. О спортивной подготовке я предлагаю Григорию спросить. Григорий, вы как спортсмен, расскажите, каким образом получилось стать лучшими во французском городе? Для вас это вообще были первые международные соревнования или уже выступали на подобных турнирах? Нет, эти международные соревнования для меня стали вторыми, но первые проходили в Российской Федерации. А именно за границей первые соревнования. Ну, перед соревнованием было большое волнение. Мы очень долго к ним готовились, тренировались усердно, подготавливались. То есть, все приготовились, ну, и выступили хорошо. А с какого возраста вы начали подготовку, скажем так? Вы, понятное дело, что какой-то определенный этап именно подготовки к этому турниру, он занимал там несколько месяцев. А в целом, вот ваш путь как спортсмен становления, когда он начался, в каком возрасте? Ну, что, в возрасте 6 лет, когда меня отдали на плавание. Я ходил на плавание 2 года, ну, и до сих пор плаваю, но уже не так усердно. А потом мне папа предложил пойти на дзюдо. Записал меня на секцию, и я начал заниматься вот там с 7-8 лет дзюдо. И до сих пор. Если говорить вот об этом состоявшемся во Франции турнире, может быть, скажете, какие из, как правильно сказать, в дзюдо схватки? Ну, да, схватки. Схватки. Расскажите о схватках. Что интересного было? Интересны ли были соперники? Легко ли было преодолеть кого-то? Где сложности возникли? Ну, легко на соревнованиях никогда не бывает. Сложности возникли, ну, в полуфинальной и финальной схватке. Ну, вообще все схватки были сложными. Ну, первая схватка, она была, наверное, самая такая важная, поскольку надо было показать себя, ну, задать себе настрой на будущие соревнования. Ну, ее удалось выиграть. Ну, я занял первое место, поэтому я выиграл все схватки, которые у меня были. Ну, вторая схватка уже с более, большей уверенностью подошел. Ну, и полуфинальная схватка, наверное, была самая такая волнующая. Смогу ли я выйти в финал или только там за третье место уже бороться? Ну, и когда вышел в финал, уже было облегчение, но все равно я знал, что придется еще бороться. Ну, и вот в финальной схватке боролся против своего, так сказать, друга. Одноклубника. Одноклубника. Победил его с трудом, но победил. Очень старался. Он расстроился, но мы не стали ссориться с ним. Так, подумали, ну, бывает, мы примерно равно боремся, так что... Вот это психологически, наверное, самая сложная схватка была, потому что одноклубник, да? А для вас, как для преподавателя, конечно, некорректный, может быть, вопрос, но вот в этой схватке двух одноклубников за кого болели? Да нет, мы никогда не болеем там за кого-то. То есть это уже зависит от самих ребят, да, то есть насколько они тренировались, насколько они подготовились. Ну, было приятно то, что был действительно финал Рязанский. Вот это было приятно. В любом случае, да, два лучших места пьедестала. У лучших спортсменов как бы получилось то, что во Франции борются ребята между собой. Могли в городе дома побороться, а тут во Франции побороли в Брюссиире. Сколько человек было в нашей сборной именно в Брюссиире? У нас ездило девять человек, восемь мальчиков, одна девчонка еще ездила. Вот, в принципе, вот девочка, честно говоря, девочки там первые начинали выступать, вот девочка, которая ездила, она первую схватку проиграла. Подрастерялась. Подрастерялась, чуть-чуть немножко, очень сильно волновалась, но у них была система, так называемая, подзюдо по кругу. То есть была возможность еще раз как бы победить, да. И вот первую схватку она вот этой девчонке проиграла, француженка, хорошая такая девчонка француженка, вышла настроена, победительная, победила. Вот. Ну и потом, значит, они переборолись еще там, и в итоге они опять же вышли в финал. Вот уже в финале, вот это было, конечно, интересно. То есть и наша девчонка уже после второй схватки, там еще не еще одна была схватка, победила, уверенность у нее придало. И она в финале, эта же девчонка, которая проиграла первую схватку, в финале выиграла за 15 секунд. То есть уже настроилась. Стартивная злость. Да, то есть она уже была уверена, что она ее победит, и доказала, что первая схватка, это было чуть немножко, как бы так, чисто случайно, что проиграла. Не успела настроиться, бывает. Не успела, да. Ну, моральное, конечно, как сказать, напряжение большое. Все волновались, видно было по ребятам. Но когда уже по первой схватке выиграли, уже потом пошло, уже у них получше все. По первой схватке прямо у них такой мандраж был, тяжело было настраивать. Ну, настроились, молодцы. Опять же, к вам вопрос, Юрий Евгеньевич. Вот сейчас у меня возник спонтанно. Когда спортсмены взрослые, да, и уже борются в спорте высоких достижений, наверняка у них опыт подготовки к соревнованиям настроя морального, там, высок, и они сами могут себя настроить. А здесь вы с юношеской командой, когда вам приходится в этом принимать большое участие, именно в мотивировании, в том, как настроить ребенка правильно, в том, что сделать, если у него вот волнение, как в случае с девушкой, каким образом вы справляетесь? Потому что в этом отношении вам, как тренеру-преподавателю, наверняка гораздо тяжелее, чем тренерам, там, спортсменов уже состоявшихся. Ну, тренер, это чуть-чуть немножко всегда и тренер, и психолог, и, то есть, которые знают своих ребят. То есть, для каждого есть, ну, как сказать, по-разному настрой. Кому-то надо сказать, там, допустим, не волнуйся, спокойно, там, успокойся. Пряник. Да, да, то есть, другому можно, там, чуть-чуть немножко сказать, так, ну-ка, давай, там, по плечам его побить, там, настроить. Третьего, может быть, какой-то еще подход. То есть, каждому индивидуальный подход. То есть, поэтому тут надо знать о ребенка, мы же с ними уже давно достаточно. То есть, они приходят с шести лет, и мы их ведем до этого возраста, пока вот они не становятся, там, 14-15 лет. Так что, вот, каждого изучаем индивидуально. То есть, 14-15 лет, это уже становится ясно, кто, какой спортсмен, с каким характером. Ну, конечно. В этот момент уже некое становление происходит. Даже же можно чуть-чуть и пораньше, можно тут же видеть, какой спортсмен, может быть, даже чуть-чуть и помладше, там, 10, уже 12, уже можно видно. Кому нужен пряник, а кому нужен, там, кнут. Дзюдо такой вид единоборств, который, насколько я, если я правильно помню, переводится «гибкий путь». Правильно. И идеология тоже особая, верно? Да. Вот, если обращаться к молодому нашему юному спортсмену, к нашей гордости, для себя, как понимаешь, это больше физическое упражнение, или все-таки идеологически каким-то образом тоже приходится себя воспитывать? В чем идеология? Ну, и тут надо совмещать и это, и это. Поскольку без идеологии, без тактики какой-то ты не сможешь победить. Но одновременно, чтобы реализовать свои мысли, идеи, там, во время схода, которые возникают, нужна и физическая сила. Так что надо развиваться, ну, во всех направлениях. И из дзюдо частенько выходят спортсмены-бойцы других направлений. Бывает такое. Как это выходит? То есть дзюдо – это такой базовый вид спорта, который дает развитие настолько разнообразное, что потом вырастают бойцы и в ММА, и в джиу-джитсу, и много куда. Ну, есть такое понятие. У нас много даже в Рязани примеров таких, что начинали заниматься дзюдо, да, там. Ну, бывает, то есть не всем же там, как бы, хотя есть ребята, которые боролись-боролись, может быть, просто им бывает так, что захотелось перейти в другой вид спорта, да, допустим. И у нас и по ММА боролись, и по рукопашному бою, и джиу-джитсу, у нас много примеров таких. Ну, то есть, да, дзюдо – это начало, это база, от которой уже потом можно уже стартовать там в любые виды и наборства. То есть подработать какие-то там технические данные для ММА, может, больше ударные, там, джиу-джитсу тоже ударные можно будет. А вот именно, что борьба им дает сначала, да, то есть они начинают это изучать, то есть приемы, там, технику, физическую силу, то есть моральная подготовка, это все-все в общий складывается, а потом уже могут переходить в любой вид единоборства и показывать хорошие результаты. – У вас не было еще мыслей попробовать себя где-то в другом направлении, что-то вроде смешанных единоборств, или пока целиком сосредоточены на дзюдо? – Нет, пока, ну, как вы сказали, целиком сосредоточены на дзюдо, не было никаких других мыслей. Ну, это вот как у многих иногда и бывают идеи, если они хотят заменить вид спорта, у них это бывает, ну, или просто они хотят, либо, вот, мне кажется, более часто случаи, это когда у них что-то не получается. Ну, когда что-то получается, это мотивация заниматься дальше, это, ну, может, настрой дает определенный. Ну, у меня пока не было мыслей в другой спорт переходить. – Когда и вы, как тренер, и вы, как спортсмен, воспитанник, смотрите схватки, допустим, своих одноклубников и своих соперников, что в этот момент, наверняка у вас идет анализ, именно умственная работа, каким образом выстраивать тактику, какие ошибки не допускать, как анализируете вот схватки соперников и соклубников, каким образом этот анализ происходит? – Ну, когда соклубники, то пытаемся болеть, подсказывать, мы, может, в каких-то моментах видим из-за мата, ну, из-за поля, так скажем, сражения больше, чем они, и пытаемся подсказывать, как-то их подбодрять, настраивать их на верный путь. А когда соперников, ну, внимательно наблюдаем, смотрим, как они борются, ну, какова их тактика, что они любят делать, как они борются, ну, и потом это уже используем против них. – Уже настрой идет перед боем, что может себе позволить этот соперник, что вы поставите в противовес. Ведь вы в школе учитесь, в среднеобщеобразовательной. Профессиональный спорт, ну, пока еще не профессиональный, но все же, вот спорт, тот, которым занимаетесь вы, отнимает очень много времени. Каким образом совмещаете? – Ну, с пониманием ли относится к этому? – С пониманием. Ну, и пытаюсь учиться довольно относительно хорошо, пытаюсь учиться. Вот закончил последнюю учебу с двумя четверками, ну, это довольно хороший результат для меня, но я могу лучше. Ну, вот все равно, отнимает довольно много времени, каждодневные тренировки, плюс дополнительные занятия еще английским, и времени остается не так много. – Плюс сборы, соревнования, опять же, уезжаете на определенный срок, правильно? – А есть ли у вас любимый предмет в школе? – Ну, наверное, алгебра и физкультура. – Почему-то я так и думала, что математика, наверное, потому что все-таки все виды единоборств – это такой вид спорта, который требует просчета, как в шахматах. – Думать надо, да. – А вы, может быть, расскажете о ближайших планах, скажем так, спортивных? Какой турнир следующий? Или дальше уже уходит в лето? Лето – это время сборов и подготовки к следующему сезону? – Да, но у нас сейчас чуть-чуть немножко сезон заканчивается, у нас сейчас осталось два месяца, есть какие-то соревнования, они планируются, турниры разные. Конечно, уже зарубежных турниров нету, меньше, в основном только в пределах ЦФО, то есть нашего регионального, ездят. У нас разные ребята и возрастов ездят, и они еще успеют поехать. Ну а так уже ближе к лету мы потихонечку сезон заканчивается и начинаем уже подготовку к следующему сезону, тренировку, лагерь. Мы все уезжаем сейчас в лагерь летней смены, то есть там тренируемся наша база, уже тоже на протяжении 15 лет там уже мы базируемся, уже наш любимый родной лагерь. Там вся подготовка летняя происходит. Рязань достаточно небольшой сравнительный город и является такой квинтэссенцией бойцов. Отсюда очень много выходит спортсменов именно в боевых видах спорта, в единоборствах, которые добиваются высот в профессиональном спорте, в спорте высоких достижений. Чем это объяснить? Это особенность именно рязанских людей, какая-то историческая подоплека или черты характера какие-то у наших ребят особенные? В чем дело? Ну, какой-то такой вопрос, но все равно как бы рязанцы, они всегда у нас и, как сказать, Евпатий Калаврат наши, рязанские герои сильные. То есть, ну, как сказать, тренируются ребята, хорошие ребята, то есть есть потенциал очень хороший. То есть и в новое поколение приходят ребят, в каждом возрасте где-то один, там, два, три человечка, там, звездочки вылезают, то есть выходят. Поэтому я считаю, что Рязань хоть и небольшой город, да, там, по сравнению с Москвой, там, у вас может быть меньше такой конкуренции, чем в Москве или Санкт-Петербурге, допустим, да. Но наши ребята всегда на уровне сражаются с такими большими городами. Вам желаем новых спортивных успехов в достижении, все больших и больших. Вам талантливых, упорных воспитанников. Спасибо, что пришли к нам в студию. С вами была программа «Городские встречи». Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»